Доброе утро, друзья. Тема важнейшая, жизненно важная. Если бы у меня было достаточно власти, о чем я не поверить и мечтаю, были бы спасены тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч. А если брать все планетные проблемы, то миллионы. Дошло до того, что, несмотря на то, что я каждые несколько лет повторяю одно и то же, ни у нас, ни в России, ни на всей планете ничего не меняется. Иногда кажется нарочно, может быть где-то там, в заоблачных далях, в заоблачных, подчеркиваю, неземных, а в заоблачных, существует план по переводу людей в иное измерение с помощью насильственной смерти. Я не оговорился, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Итак, вначале практически приемы, чтобы пока не заскучали, а потом теорию придется. Итак, перед вами электроды. Вы можете набрать геопатогенные зоны, вы можете набрать биолокационные рамки, фотографии и заказы. И вы увидите самые вычурные рамки. Мои-то вот они, самые вычурные рамки. Вот. Но если у вас достаточно биополя, если здоровый образ жизни, если ваше биополе хотя бы 2-3 метра в радиусе, оно легко меряется, друг друга легко мерить. Вот. Тогда, значит, они у вас будут работать простые, дешевые, бесплатные. Ну, цена одного электрода, видите? Итак, поехали. Вначале практика, а потом уже буду говорить о серьезных вещах, когда вы мне поверите. Вот. Значит, итак, это электрод. Вот. Здесь, в этой же беседке, я показывал, как я брал, ну, большой кусок металла, вложил электрод, обстукивал его, снимая оболочку вот эту, оставляя только сердцевину. Получилась вот такая вот. Вот она. Это какая примерно? Если брать толщину электрода, я не помню, то ли по этой толщине меряют, это миллиметра два. То ли по этой толщине, но даже визуально вы найдете точно такой же. Вам даже не надо знать размеры этих самых микронных миллиметров. Итак, затем, когда вы ее эту... Это, кстати, очень важно. Когда вы этот электрод обобьете, хорошенько почистите его с помощью шкурки. Есть такое выражение. Как это, сколько называется? Во память. Инженер называется. Все забываю. Так, дальше, когда вы ее почистите... Можно, кстати, и этим самым напильничком вот так пройтись, чтобы он аж блестел. На расстоянии одной трети сгибаете. Так, сейчас посмотрю, идет незапись. Ага, вроде идет. Вот. Значит, как сгибаете? Значит, желательно не руками. Вот я первую согнул руками. Для меня большой роли не играет. Для вас будет играть. Получилось довольно переход вот этот. Горизонтально-вертикально. Довольно... Сейчас поймете, что это очень важно. Довольно неуклюжий. Вот такой. Тогда следующую я взял два... Двое пассатижи. Видите, угол какой острый. Двое пассатижи. Вот так вот. Представьте себе, что вот это пассатижи. Вот это вот. И тогда я их согнул. С помощью пассатижи я их сгибал. И получилось более... Вот видите? Вот такой вот. Окружность более острая, скажем так. Теперь, если этими рамками работать... Вот они, рамки. Если ими работать в руках. Все-таки приходится руками сдерживать. И если у вас биополе... Это мне, ладно, не по барабану. Но если у вас биополе хоть немножко слабее моего, они будут хуже работать. Можно ошибиться. Ошибки дорого стоят. Это потом я вам докажу. Поэтому следующий элемент биолокационных рамок Обыкновенная шариковая ручка. Колпачок сняли. Открутили. Достали стержень. И вторая половина готова. Берем из этих двух, та у которого более острый угол. Видите? Специально это. Меньше ошибок будет. Ставили. Проверили. Значит, очень-очень-очень легко Проверили. Как бы вы ни сжимали, он все равно свободно вращается. Теперь. Теория не перехожу. Одно скажу. Что это такое? Это стрелка альтметра. А этот организм... Вот он организм. Хороший организм, кстати. Скорость 75, а я все воюю. Вот. Так. И при приближении к геопатогенной зоне, к человеку, куда угодно, она легко-легко поворачивается. Ну и тут варианты. Если к человеку она должна вот так повернуться. Вот. А если... В общем, там детали мы обсудим потом. Значит, получилось. Так. Теперь, наверное, я сейчас покажу, насколько это важно, прям по саду. Вот. Это тоже практика. Еще раз. Теория мы чуть позже. Я одеваю эту штуку себе на шею. Так. Беру в одну руку. Мне, понимаете, разницы мне нет никакой работать одной или двумя. Потому что они работают так хитро, что получается одновременно и как надо. Итак, пошли. Смотрите внимательно. Я вынужден придерживать фотоаппарат, который записываю. Вот. Когда я буду ходить... Внимание! Я подхожу к геопатогенной зоне за номером раз. За номером два в другом месте. Вот. Внимание! Смотрите внимательно. Сейчас начнется... Уже... Уже началось. Смотрите. Я надеюсь, видно. Еще раз. Оператора нет. Все та же обидно. Несколько человек уже. Наймите оператора. Да, блядь, пришли мне деньги на оператора. Я найму. А то, получается, мне одному надо. Так. Вышел из зоны. Сюда идем. Она у меня и тут есть. Смотрите. В этом месте я делаю замер людей. Вот здесь становлюсь. Так. Ну, еще раз. Ладно. Еще раз. Жаль, второй рукой надо придерживать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ